Здравствуйте! В эфире программа День Города. О главных новостях вам расскажут мои коллеги и я, Валерий Седов. Беспилотники в Рязани. В регионе водитель КамАЗа наехал на БПЛА. На передовую, как сейчас, проходит набор добровольцев на контрактную службу. 40 мастеров со всей России. В Рязани прошел седьмой фестиваль «Секреты средневековых кузнецов». В воскресенье 23 июля в Рязанской области водитель грузовика наехал на беспилотник. Об этом сообщает база. В телеграм-канале говорится, что беспилотник взорвался прямо под колесами КамАЗа. Все произошло на проселочной дороге в районе села Тюшево. Водитель не заметил дрон на проселочной дороге. В результате взрыва пострадал только КамАЗ. Еще два БПЛА водитель обнаружил в нескольких десятках метров от того, на который наехал грузовик. По предварительным данным, это были квадрокоптеры, которые изготовлены кустарным способом. На фотографиях специалистам удалось разглядеть, что к беспилотникам скотчем примотано неизвестное устройство. В настоящий момент по поводу случившегося проводится проверка. В конце лета в Рязани откроют новый пункт отбора на военную службу по контракту. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии. Решение о его создании принял губернатор Рязанской области Павел Малков из-за роста числа рязанцев, которые желают поступить на военную службу. Согласно статистике, в этом году желающих, кстати, пойти на контрактную службу больше по сравнению с годом прошлым. Артиллерист, стрелок, оператор беспилотника. У каждого контрактника, уходящего в зону СВО, есть право выбора. Кем быть, где его навыки и умения принесут больше пользы. Сегодня на передовую из Рязани едут 12 бойцов. В этой дюжине смелых и парня призывного возраста, и те, у кого есть опыт боевых действий. Второй контракт. Первый был Чеченская война. Вторая компания. С врагами надо бороться, как наши предки. Но жена была удивлена. Сын у меня по контракту служит. В Рязанском военкомате приводят статистику. Цифры оптимистичные. По сравнению с прошлым годом число добровольцев неуклонно растет. Сейчас минимальный срок контракта уже год. Военнослужащим и членам семьи предоставлен полный пакет социальных гарантий и льгот, которые включают в себя меры материального стимулирования. К примеру, на сегодняшний день деньжное удовольствие военнослужащего, который, к примеру, принимает участие в мероприятиях специальной военной операции, составляет от 204 тысяч рублей в месяц. Кроме этого, военнослужащим положены как федеральные выплаты, единовременные в размере 195 тысяч рублей, так и региональные. По решению губернатора Рязанской области, также 200 тысяч рублей положено участнику мероприятия СВО. Кстати, для иностранных граждан, тех, кто готов защищать рубежи нашей страны, предусмотрена упрощенная версия получения гражданства. Кроме того, участники специальной военной операции могут получить жилье за счет государства по ипотечной системе. Но главное здесь не это. Военная служба по контракту – это не обязанность, это личное право или, если хотите, долг. Для тех, кто считает себя настоящим патриотом. Кристина Бочкарева, Дмитрий Ефимов, телекомпания «Город». В Рязанской области продолжается патриотическая акция под названием «Каникулы с Росгвардией». Акция – это всероссийская. В рамках мероприятия сотрудники и военнослужащие управления Росгвардии по Рязанской области посетили Центр активной молодежи и детей лучезарной. Собака по кличке Гуфи выполняет все команды кинолога. И следует за ним, и ищет муляж взрывчатого вещества. Здесь на показательном выступлении сотрудников Росгвардии все как на полигоне. И хоть зрители – простые школьники, бойцы отрабатывают задачи на все 100%. Эта патриотическая акция называется «Каникулы с Росгвардией». Она прошла в Центре активной молодежи и детей лучезарной. В начале встречи Росгвардейцы напомнили ребятам о задачах, которые ежедневно выполняют сотрудники ведомства. О структуре Росгвардии и о ведомственных учебных заведениях. А рассказали сотрудники вневедомственной охраны об особенностях службы в подразделении, пресечении административных правонарушений, задержании преступников и выезд по сигналу тревога на охраняемые объекты. Я считаю, что такие мероприятия позволяют детям с юных лет познакомиться с профессиями, которые есть в Росгвардии, а также развивают чувство патриотизма. В этом, собственно, и цель всероссийской акции «Каникулы с Росгвардией» – пропаганда здорового образа жизни. Она также направлена на воспитание в подрастающем поколении уважительного отношения к службе Родине. Мы посчитали, что приезд в Росгвардию будет интересен всем, потому что, наверное, часто все-таки в городе где-то еще ребята видят машину Росгвардии, видят людей в такой форме. И, наверное, это хорошая такая возможность познакомиться поближе, увидеть воочию, чем действительно занимается Росгвардией. Всероссийская акция будет продолжаться как в детских оздоровительных лагерях, так и учебно-методических центрах. В Рязанской области действует надбавка к страховой пенсии за длительный стаж работы в сельском хозяйстве. Надбавка, кстати, немногим меньше двух тысяч, и на текущий момент ее получает больше восьми тысяч человек. Если у пенсионера есть длительный стаж работы в сельском хозяйстве, то ему положена соответствующая надбавка. Об этом рассказали в региональном соцфонде. Прибавка к страховой пенсии по старости – 1891 руб. к страховой пенсии по инвалидности третьей группы – 945 рублей. Размер доплаты за сельский стаж равняется 25% от фиксированной выплаты к страховой пенсии по старости. Одним из условий для назначения надбавки к пенсии является проживание в сельской местности. Однако, если доплата ранее уже была установлена, при переезде в город она сохраняется. Для того, чтобы выплату получить, нужно, чтобы были соблюдены несколько условий. Это минимум 30 лет стажа работы в сельском хозяйстве, жить нужно в сельской местности, и плюс человек не должен работать, пока такую пенсию получает. Учитывается, кстати, далеко не любая работа в сельском хозяйстве. Есть список, утвержденный правительством. В него вошли больше 500 профессий, должностей и специальностей. Доплата устанавливается автоматически, обращаться в социальный фонд не нужно. При выходе на пенсию доплата будет установлена пенсионеру. Если пенсионер, который такую доплату получает, все же устроится на работу, то выплачивать ее перестанут. А как уволится, то может подать заявление и восстановить ее получение. Международный кузнечный фестиваль «Секреты средневековых кузнецов» состоялся в Рязани уже в седьмой раз. Более 40 мастеров из всей России и соседних республик демонстрировали свои изделия и давали мастер-классы для всех желающих. Впервые кузнечный фестиваль состоялся в 2011 году в Исте Старожиловского района. Село в Петровские времена славилось железоделательным заводом, от которого к настоящему времени остались лишь руины доменной печи. В нынешнем году действие развернулось перед цирком. Есть среди участников уже постоянные и те, кто впервые на Рязанском фестивале. Я давно хотел сюда уже приехать и быть приглашенным. Мы же издалека 1600 километров. Ну и вот, посчастливилось, нас пригласили. Приглашаем к нам в город. Управляться с огнем и железом эти мастера умеют играючи. Потому и считали в древности кузнецов не простыми людьми, а ведающими секреты миров потусторонних. В современном мире их секреты немного приоткрытые. Это любовь к труду, полет фантазии и готовность работать. Такие, как мы, показываем, вот таким, как вот эта девочка, да, то есть технику старых мастеров, какая-то прошивка, пробивка, отрубление, то есть и они получаются, все это постепенно, вот у нее, может быть, через 20 лет она тоже станет кузнецом. Вот у нас в Перми есть девушка Ольга Стэнна-Кузнец. Не обязательно иметь физическую силу, чтобы, ну, стать кузнецом. Немного всего творчества, художественного воображения. Подтверждение тому и семейная мастерская из Воронежа в четвертый раз на фестивале. Это дело, можно сказать, не средневековое, это дело вечное. И кузнечное ремесло, оно никогда не умрет и всегда будет находить своих любителей. Потому что есть такая поговорка, кузнец всем ремеслам отец. Но если это отец, значит, его всегда помнят и знают. Так что, я думаю, кузнечное ремесло никогда никуда не уходило. Это такая болезнь кузнечная, звать, у любого кузнеца спросите, он вам ответит. Такая называется кузнечная болезнь. Увидел горячую железку в горне, как она горит, как она нагревается, как работает мастер. И это где-то запало туда искоркой в душу. Причем это у всех, можете знать. Так что, если вы у нас сегодня побудете здесь на фестивале, может, и вам даже удастся стать кузнецом. Заразитесь от нас. Ремесло кузнеца – это ремесло художника. Чтобы создавать шедевры и собственный стиль, нужно дать полет фантазии. И много лет провести за практикой. Ведь воплотить идею в форму – это большой труд. Он купил 32 розы живые, а 33-ю положил в середину кованую. Покрасил ее в тот же цвет и ничего я не сказал. И вот такой букет большой, 33 розы, несет ей, дарит и говорит со словами. Я буду любить тебя вечно, пока не зарянет последняя роза. И она только спустя неделю поняла, что он ей хотел сказать. То есть все цветы-то умерли, букет, а живая эта роза осталась железная. То есть его любовь к ней вечно. Вот такая история среди кузнецов есть. Реальная история? Реальная, да. И я ее пробовал. Научиться художественной ковке профессионально можно в двух городах страны – Нижнем Тагиле и Санкт-Петербурге. Но в каждой кузнице каждого города мечтающие приручать железо могут учиться у действующих кузнецов. Тем секретом, которыми владели представители ремесла и 100, и 200, и 300 лет назад. И которыми пользуются по сей день. Технология все та же, что в древности. И все та же ценность ручного труда и искусства. Из Окского биосферного заповедника в государственный природный заказник доставили четырех самок и двух самцов стерхов. Их специально вырастили в Рязанской области для Ямала. Белые журавли включены в перечень находящихся под угрозой исчезновения видов. Ямальский проект «Восстановление обской популяции стерха» был включен в федеральный проект «Сохранение биологического разнообразия и развития экотуризма» – национального проекта «Экология». В мероприятиях по восстановлению обской популяции стерха принимают участие ведущие специалисты по журавлям Минприроды России, ученые из Казахстана, Узбекистана, Китая и Окского государственного заповедника. Пока журавли из Рязанского края поселили в открытом вольере на болоте, где птицы проведут несколько дней. После того, как стерхи адаптируются к местному климату и окружающей среде, их выпустят на волю. В столице округа к ним прикрепили GSM-датчики для отслеживания путей будущей миграции и оценки успеха адаптации к естественной среде обитания. Основная сложность заключается в том, что стерхи – стены биоты, то есть могут существовать лишь при наличии определенного климата, пищи и особых заболоченных озер. Образ жизни белого журавля, в отличие от серого собрата, максимально приближен к воде, и не всякое место зимовки ему подойдет. В поисках нужного места обитания белый журавль может пролетать около 6000 километров, но это и делает популяцию очень уязвимой. На сегодняшний день на Ямале в дикую природу было выпущено 17 молодых стерхов, а к 2031 году планируют выпустить 50 особей, что является необходимым минимумом для успешного восстановления популяции в регионе. 24 июля в России свой профессиональный праздник отмечают флористы – мастера декоративно-прикладного искусства, которые знают, что красивый букет – это уместный подарок. С мастерами своего дела пообщалась Кристина Бочкарева. Желательно каждый день менять воду, обновлять средства, подальше от тепла, ухаживать нужно за букетиком. Он будет вас радовать достаточно долго. Это касается почти всех цветов. На день рождения, годовщину или свадьбу. Цветы – уместный подарок на любой праздник. Опытный флорист всегда подберет букет для особого случая. Ведь эти специалисты декоративно-прикладного искусства обладают вкусом к прекрасному и знают все о колористике. Работаю в флористике очень давно, больше 10 лет. Честно, не думала, что моя жизнь будет связана именно с флористикой. Но так получилось, что я не представляю себя в другой сфере совершенно. Без цветов жить не могу. Очень люблю разные композиции собирать, сочетания, экспериментировать. Кстати, тоже интересно бывает. Это такая профессия, в которой нет конкретных рамок. Все зависит от тебя, твоей фантазии и опыта. Хотя профессия флориста существует уже много веков, свой праздник у отечественных мастеров цветочных букетов появился только в 2009 году. Флористикой я занимаюсь уже очень давно. 20 лет работаю на одной и той же фирме. Почему стала флористом? Наверное, это мое призвание. Мне нравится заниматься с цветами, работать с людьми. Поводов очень много и на юбилеи, и на дни рождения, свадьбы, просто порадовать человека. Очень много приходят и просят собрать миленький небольшой букетик для того, чтобы просто поднять настроение своей второй половине или просто близкому человеку. В магазине «Городские цветы» всегда большой выбор. Сюда приходят те, кто точно знает, что цветы лишними не бывают. Выберут цветы, потому что девушки любят цветы, а повод, потому что моей любимой дочери – это день рождения. И она обожает цветы. Вот, зашел в хороший такой для меня магазин, подобрали, ну, как бы все сделали. Это моя любимая дочерь, мне очень нравится букет. Сегодня женится мой сын. Я приобрел цветы для моей невестки, для будущей снохи. По словам специалистов, цветы положительно влияют на психологическое и эмоциональное благополучие человека. А подобрать букет по душе помогут опытные флористы, найти которых можно по адресу Первомайский проспект 56. Кристина Бочкарева, Дмитрий Ефимов, телекомпания «Город». Это были все новости на данный момент. Еще больше информации вы сможете найти на нашем сайте город62.тв и в группе в социальных сетях. А на этом я с вами прощаюсь. Хорошего вам вечера и спокойных новостей. До встречи в эфире.